Добрый день, уважаемые коллеги! В первую очередь, хотела бы поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить со своим докладом. И, в общем-то, мой доклад будет посвящен одному из применений оптогенетики, а именно применению оптогенетики на свободно подвижный жилье. В настоящее время, с момента изобретения нового метода оптогенетики прошло где-то около 15 лет, и в настоящее время существует достаточно широкий спектр оптогенетических технологий, которые позволяют проводить такие эксперименты не только инвитро, но и инвилок, в том числе на свободно подвижных животных. Конечно, использование свободно подвижных животных в таких экспериментах достаточно сложная задача по сравнению, например, с инвитрией экспериментами. И поэтому для того, чтобы получить какой-то результат и эффективно использовать все возможности оптогенетики, экспериментатор должен продумать эксперименты от выбора апсина, начиная от выбора апсина, и заканчивая интеграцией оптогенетических методов с другими методами, как и физиологические методы, поведенческие методы. В настоящее время первый этап, с которого начинается эксперимент, это выбор апсина для эксперимента. Выбор апсина в первую очередь определяется задачами и целями, которые ставит экспериментатор, то есть хочет ли он активировать клетку, деактивировать клетку или изменить какие-то внутриклеточные процессы. В настоящее время все апсины в целом можно разделить на три группы. Это деполяризующие, гиперполяризующие и вызывающие изменения внутриклеточных процессов. Все они имеют различные свойства по генетике, различаются по спектральным характеристикам, много изобретено синтетических новых апсинов, в частности, например, существует очень широкий спектр модификаций ченнеродопсина второго типа, которые отличаются также по своим спектральным свойствам по кинетике. То есть, например, если исходный ченнеродопсин, который выделен из водоросли, он характеризуется достаточно хорошей кинетикой, то есть он может активироваться достаточно коротким пульсом до 5-10 миллисекунд и быстро деактивируется, то в настоящее время, благодаря молекулярной инженерии, в общем-то, изобретено большое количество синтетических ченнеродопсинов, аналогов ченнеродопсина второго, которые позволяют поддерживать достаточно высокую частоту спайков до 200 Гц, либо, наоборот, поддерживать ткань в таком подпороговом состоянии, то есть просто увеличивать возбудимость ткани. Но в большинстве, в общем-то, поведенческих экспериментов все-таки лидирующие позиции занимают ченнеродопсин, опять же, благодаря своей кинетике. И большинство, в общем-то, экспериментаторов, если он хочет активировать клетку, используя ченнеродопсин. Ну, также существуют и каналы, которые используются для гиперполитизации, это, например, халородопсин и архиродопсин и другие различные, в общем-то, каналы апсиды. Следующий этап, который должен, в общем-то, продумать экспериментатор, это доставка выбранного апсина в ткань, в мотин. Существуют, в общем-то, разные способы доставки. Одной из наиболее распространенных является доставка апсина с помощью лентивирусных или аденоассоциированных вирусных конструкций. При этом специфичность внедрения апсина в определенный тип клеток задается, используя специальных промоутеров. Есть промоутеры, например, как ЦАГЭ, которые позволяют экспрессировать апсин в нейронах. И более специфично есть промоутеры, например, такие как КАМКИ-ТУ, промоутер, который позволяет осуществить экспрессию аксона апсина в определенном типе нейронов, то есть, например, томатергических клеток, в гипаминергических клеток и так далее. Но в этом предостережении существует и следует помнить, что специфичность этих промоутеров может сильно варьировать в зависимости от вида животного, который используется в эксперименте, от структуры мозга, даже внутри вида, в который вводятся конструкты, и даже от титров вируса. В общем-то, это нужно помнить, поэтому лучше перед тем, как начать эксперимент, всегда нужно проверить особенности экспрессии используемого вируса на каких-то контролях животных. Также способами селективной экспрессии апсинов в мозге животных является эта электропорация, которая заключается в том, что ДНК, которая кодирует нужный вам апсин, она вводится в мозг эмбриона на определенном этапе эмбрионного развития, и благодаря этому, выбирая определенный этап развития, можно селективно экспрессировать апсин в определенных, например, в определенных слоях коры, например, во втором и третьем, или только в пятом. И, значит, также часто используется, наверное, самая простая модель — это трансгенные мыши, трансгенные животные, у которых, в общем-то, нужный апсин экспрессируется в определенных типах нейронов, уже изначально экспрессируется в определенных типах нейронов, то есть не нужно создавать какие-то условия для объединения вирусов в мозг, то есть это гораздо проще. Но проще в основном для мышей, то есть для тех экспериментов, которые работают на мышах, потому что в основном эти трансгенные линии, широкие спрессии существуют для мышей, но не так много таких линий для окрытия. В общем-то, следующий этап эксперимента — это доставка света, то есть различные стратегии доставки света в интересующую вас область мозга. Ну, в основном часто используется такая стратегия, что вначале выживляется направляющая конюля, через которую может вводиться как вирус с кодируемым оксином, так и в дальнейшем может вводиться оптическое волокно для стимуляции экспрессирующей оксин в области. Но зачастую вот такие направляющие конюля из-за того, что из-за постоянной вставления и извлечения конюля она может обламываться, поскольку сделана, в общем-то, из-за стекла и достаточно хрупкая, и запоривать эти направляющие конюли, вследствие чего животное просто больше не может пользоваться, восприметь. Поэтому очень часто используется стратегия просто обычное вживление октоволокна в мозг без каких-либо направляющих, непосредственное, то есть хроническое вживление октоволокна. Ну и, наверное, заключительный этап – это интеграция всех оптогенетических технологий с другими методами, то есть либо с электрофизиологией, если есть желание, например, одновременно производить регистрацию нейронов, одновременно с отостимуляцией, либо с поведенческими какими-то тестами, чтобы, в общем-то, изучить влияние стимуляции на поведение животных. Это достаточно, в общем-то, сложная задача, потому что даже мыши, несмотря на свои мелкие размеры, они могут достаточно легко, в общем-то, повредить все, что у них находится на голове, это их очень интересует, и, в общем-то, что говорить о крысах, которые отличаются даже от большими размерами. Вот, поэтому нужно обеспечить такую удобную систему, то есть, чтобы животное не имело доступа к тому, что у нее находится на голове, это ее не интересовало, и нет ни в халат поведения. Ну вот основными элементами таких установок является, в первую очередь, компьютер или какой-то отдельно стоящий генератор, который контролирует свет, то есть является источником света. От этого генератора, как правило, входит так называемый пэч-корд, который состоит из оптического волокна. Он, этот пэч-корд, через оптический коммутатор, который, как правило, содержит ротационный контакт для того, чтобы обеспечить свободное передвижение животным, соединяется с другим пэч-кордом, который непосредственно уже крепится к конюлям, имплантированным в мозг животного. Значит, в нашей лаборатории мы в течение уже длительного времени занимаемся изучением тревожного, механизмов тревожного поведения. И зачастую, поскольку это тревожное поведение, в ней сложные механизмы, и вывлекает различные структуры с сложным набором связей, очень сложная тема для исследований. И оптогенетика, появление оптогенетики, в общем-то, оно открыло новые возможности благодаря возможности селективно влиять на определенный тип нейронов, определенных структурах мозга, которые вывлечены, в общем-то, механизмом тревожности. Поэтому для внутреннего патогенетического метода в наше исследование мы, в общем-то, собрали такой, так называемый, custom-made оптический девайс, основными компонентами которого является голубой лазерный диод, который соединяется с оптическим файбером с помощью эпоксидного клея. Затем непосредственно к ножкам диода подпаиваются провода, которые через, в общем-то, коммутатор с ротационным контактом соединяются, подсоединяются к Ардуино, который, собственно, и задает параметры стимуляции. Ну, для того, чтобы включить, для, как источник питания для лазерного диода, вот используем мы такой вариант. Ну, как бы, вкратце, это основные этапы эксперимента, то есть это такой пилотный эксперимент. То есть на первом этапе было, производилось введение вируса. Вирус мы использовали, аденоассоциированный вирус с камки-тупромотором и, как бы, кодирующий ченородоксин. Камки-тупромотор был выбран, в общем-то, в связи с тем, что, в общем-то, подавляющую часть нейронов базолатерального ядра Миндалина, да, я не сказала, что основным ключевой структурой, которая играет роль в механизме тревожности, является базолатеральная Миндалина. И основной пул клеток представлен вултаматергическими клетками, поэтому, в общем-то, был введен этот вирус. И в качестве контрольных вирусов мы использовали вирус, который не содержал ченородоксин. На следующем этапе, где-то через 2-3 недели после инъекции вируса, мы вводили оптоволокно, то есть канюлю, сделанную, опять же, кастомно сделанную канюлю оптическую над базолатеральной Миндалина. В общем-то, параметры, которые, параметры оптоволокна написаны, представлены на слайде. И, значит, на следующем этапе, где-то через 1-2 недели после оптического, после вживления оптического файбера, мы, в общем-то, приступили к стимуляции и исследованию поведения. Параметры стимуляции тоже указаны на слайде. Значит, для оценки поведения мы использовали, в общем-то, стандартные методики для исследования тревожного поведения. Это открытое поле, приподнятый крестообразный лабиринт и, в общем, тест на гипониофагию, который, в общем-то, также является показателем, используется при тестировании тревожности животных. Значит, результат. Ну, в общем, так выглядит животное после введения конюль. То есть, это оптических конюль, это так называемый даст кап, который предотвращает повреждения конюли между экспериментами, поскольку сколы, возможные сколы, они просто приведут к потере интенсивности света при последующих экспериментах. Здесь представлена морфология, то есть экспрессия камки AV, камки, тучи анрадоксин вируса в базово-литеральной линдалине. В ходе оценки поведенческих данных, в общем-то, мы получили, что здесь я как бы специально представила, представила одновременно данные и по открытому полю, и по приподнятому крестообразному лабиринту, то есть одинаковые параметры, которые там регистрировались, видно, в общем-то, общее направление снижения активности животных на фоне стимуляции. Ченарадоксин в базово-литеральной литериндалине. Вот, здесь вот представлена схема стимуляции, то есть это три минуты, эксперимент начитался с трех минут отсутствия света, затем три минуты light on и три минуты light off. То есть, мы видим снижение, в общем-то, двигательной активности, процент двигательной активности, снижение поворотов правых и левых, то есть, снижение правых поворотов при этом не компенсируется увеличением количества левых поворотов, то есть, это все-таки говорит о не изменении какой-то асимметрии моторной, а именно о снижении активности двигателя. Вот, еще дополнительный параметр, который указывает на снижение активности приподнятом крестообразном лабиринте, это Это снижение процентов выглядывания, то есть это такая исследовательская активность у животных контрольной группы при действии света и увеличение нахождения в закрытых руководствах. И, значит, еще один тест был проведен для того, чтобы как-то убедиться в полученных ресурсах, потому что все-таки открытое поле и приподнятые крестообразные уверены, они основаны больше на анализе двигательной активности животных. А тест на гипониофагию – это тест, который исследует латентность начала поедания корма у животных в какой-то аверсивной обстановке. То есть если латентность низкая, то считается, что они достаточно спокойны и принимают, в общем, корм. Изначально животные были битвированы в течение суток от еды. Здесь, в отличие от открытого поля и приподнятого крестообразного лабиринта, стимуляция включалась на 10 минут. То есть для контрольной группы и для экспериментальной группы. В общем-то, да, все. Спасибо большое за внимание. И я хотела поблагодарить своих коллег – Елену Кулешову, Викторию Сидорину, Анастасию Бородинову, которая, собственно, занималась синтезом вирусов, который мы использовали в нашей работе, за помощь и в общем-то в проведении эксперимента. Спасибо. Мария, спасибо большое за ваш доклад. Так, значит, вопросы у нас. Сейчас руки подняты, пока не вижу. Пока нет. Мария, а вот скажите, пожалуйста, вы использовали приподнятый крестообразный лабиринт. Почему вы ожидали, что… Он используется как тест для тревожности. Почему у вас была гипотеза, что именно тревожность должна будет измениться? Ну, в общем-то, поскольку стимулировали мы базо-литеральные ядромедалины, в общем-то, это один из основных кандидатов, который участвует в регуляции тревожного поведения. Это ключевое, это не единственный, но достаточно ключевой элемент этой, в общем-то, системы, в которой участвует в регуляции тревожного поведения тревожного, в частности, тревожного. Поэтому, ну, в общем-то, и работы были, что во время каких-то, во время страха, во время тревожных состояний увеличивается активность глухоматологических нейронов. Увышается, в общем-то, частота активации их, и поэтому, в общем-то, активации базо-литеральные мы ожидали, что приведет к таким, в общем-то, последствиям. Спасибо. Так, вот я вижу от Евгении Пущиной вопрос. Мы включили звук. Евгения, пожалуйста. Здравствуйте. Большое спасибо за очень интересную презентацию. Вопрос относительно вирусного вектора. Вот вы говорили, что вы вводили AAV2. 2.1, а второго типа. Ага. Скажите, пожалуйста, вот чем он интересен, что в нем есть, какие там специфические, ну, то есть, какой специфический промоутер, нейроноспецифичный? Скажите, пожалуйста, подробнее. Да, мы использовали AAV-конструкт, который имел промоутер Камки-Ту. Камки-Ту промоутер – это промоутер, который, в общем-то, экспрессируется в глухоматологических клетках. Поэтому введение данного вектора приводило к заражению именно глухоматологических клеток. Конечно, я, в общем-то, поскольку работы еще не совсем, наверное, доделаны, животные, в общем-то, живут еще каких-то экспериментальных подвигов. Вот. Мы, я не красила, не было иммуногистохимии сделано для того, чтобы, в общем-то, посмотреть, насколько это соответствует правде, магиологических именно или нет, но, в принципе, промоутер специфический, и, в общем-то, он заражал, должен заражать только глухоматологическими нейронами. Спасибо большое. И я хотела бы узнать, то есть, источник этих вирусных векторов – это вектор Пеновской лаборатории, да, США? Вирусы сами собираются на базе нашего института, лаборатории молекулярной биологии. И вот Анастасия Бородина, в общем-то, занимается у нас сборкой вирусов и ведомоассоциированных вирусов с разными промоутерами. В общем, один из них мы использовали. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас вопрос от Екатерины Станковой. Таким образом, животные с подключенным это волокном заходят в темную рукава приподнятого крестообразного лабиринта. Ну, да, к сожалению, у меня нет фотографии, но, в общем-то, конструкция была сделана так, что пэч-код, в общем, который идет непосредственно от головы животного, подключался к ракационному контакту. А ракационный контакт был вставлен, в общем-то, в такое коромысло, прикрепленное к штативу. И вся эта конструкция, она располагалась надо центром приподнятого крестообразного лабиринта на определенной высоте, что позволяло животным спокойно переходить из одного рукава в другой и двигаться, в общем-то, в месте. Спасибо. Спасибо. Ксения Лапшина задает вопрос технический тоже. Спасибо большое за интересный доклад. Можно технический вопрос. Возможно ли использование какого-то защитного кожуха или оплетки для волокна, для оптоволокна, чтобы защитить от повреждений животных? Или это может сильно затруднять подвижность? Да, используется. И, в принципе, есть, в общем-то, некоторые статьи, которые предлагают и подробно описывают, как сделать свой пейджкорд, как защитить от каких-то повреждений животными. Но, в целом, в общем-то, достаточно легкие варианты, ну, то есть, незначительно утяжеляющие всю конструкцию, поэтому, в общем-то, можно. Я могу, в принципе, прислать статью, если нужно, где, как бы, рассматривается, то есть, описывается подробно, как можно сделать своими руками эту точку. И еще у нас вопрос от Карена Симоньяна. How you calculate the transduction effectiveness for amygdala neurons? Так, эффективность трансдукции. Эффективность трансдукции. Для нейронов миндалины, да? Какие-то расчеты. Ну, специально мы не проводили, то есть, подсчет клеток мы не осуществляли. Чисто морфологически. С использованием, в общем-то, микроскопа. Михаил Аркадьевич Островский благодарит Марию. Большое спасибо. Очень интересно. Ну, все. Мария, спасибо большое. Давайте вам похлопаем. То есть, там участники тоже могут поаплодировать вам. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно.